Доброе утро, дорогие телезрители! На календаре 17 ноября, понедельник. Желаю всем вам сил на наступающую рабочую неделю. А с темой, на которую мы сегодня постараемся рассмотреть со всех сторон, вас познакомят мои коллеги. Слово Льву Бахолдину и Варваре Антроповой. Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире познавательная рубрика «Терра инкогнито». Сегодня Лев Бахолдин и Варвара Антропова вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы задать людям такой вопрос. Правда ли, что слово – это серебро? Варвара, правда, что слово – это серебро? Вот. А Варвара считает, что молчание – это золото. Давайте узнаем, что считают люди. Слово «серебро» – молчание золото. Согласны ли вы с этим выражением? Нет, не согласны. И слово иной раз бывает хорошо, и промолчишь тоже плохо бывает, лучше сказать, высказаться. Тоже очень хорошо. Слово «серебро» – молчание золото. Согласны ли вы с этим выражением? Ну, примерно, да. Так есть. Ну, вы как-то, может, пользовались своей жизнью? Ну, как, надо язык за зубами держать просто. В некоторых случаях. Ну, да, что... Я не знаю, что... Иногда лучше промолчать, это действительно. Иногда спасет тебе жизнь. Есть такое выражение, слово «серебро», а молчание – золото. Согласны ли вы с этим выражением? Да, да. На сто процентов. А может, прокомментируете как-то? Ну, нет, комментировать не буду, но знаю, что лучше промолчать. Как сказать? Молчание, как бы, в определенных позициях. Молчание же – это и правда есть. Как говорится, правда, она бывает и сладкая, и соленая. Так вот, пускай соленая будет. Спасибо всем участникам нашего опроса. Мнения разошлись. Кто-то с народной мудростью согласился, а чей-то личный опыт подсказал другой ответ. Святые отцы церкви называют умение молчать добродетелью. Святитель Григорий Низкий учит. Помни, что ты, говоря, рождаешь слово. Ты произнес слово, и оно никогда уже не умрет, но будет жить до страшного суда. Оно встанет с тобою на страшном суде и будет за тебя или против тебя. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Значит, с каким страхом, как осторожно надо произносить каждое слово? Конец цитаты. После такого предостережения хочется быть особенно осторожной в словах и суждениях, поэтому не рискну говорить ничего от себя, а приведу вам еще несколько цитат из трудов святых отцов. Преподобный Варсонофий советовал «Больше молчите, а если что спросят, даже в церкви, ответьте без всякой раздражительности и не показывая угрюмого вида». Преподобный Никон писал «Помни монашеское правило – не начинать говорить самому, не быв спрошенным». И хоть эти слова старца относятся к монашествующим, но и нам, мирянам, нужно почаще вспоминать о них. Ведь как часто мы даем непрошенные советы, задаем лишние вопросы или рассказываем ненужные подробности? Преподобный Амвросий предупреждал «Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Нередко от неосторожных слов бывает более бед, нежели от самих дел. Человек словесным потому и называется, чтобы произносил слова, разумно обдуманные». Преподобный Никон учил молчанию для сохранения молитвенного настроения и мира в душе. После молитвы, домашней или церковной, чтобы сохранить молитвенное умиленное настроение, необходимо молчание. Иногда даже простое, незначительное слово может нарушить и спугнуть умиление из нашей души. Молчание подготовляет душу к молитве. Тишина – как благотворно действует она на душу. Оптинские старцы предостерегали от пустословия. Преподобный Никон напоминал духовным чадам. «Остерегайтесь шуток и неосторожных слов в обращении друг с другом. Это оговаривание и пустословие может обратиться в привычку. Что же получается? Всякое молчание – золото? Но ведь бывает и безрассудное молчание – от обиды, злости или подчиславию». Преподобный Никон писал. «Молчание полезно для души. Когда мы говорим, трудно удержаться от празднословия или осуждения. Но есть молчание плохое, когда кто злится и потому молчит». Преподобный Макарий предупреждал. «Безрассудное и не в разуме молчание хуже многоглаголанья, а мирное или малое укрепление вреда никакого не принесет, а еще смирит и подаст силу к творению подвигов и трудов. Но безмерие и в том и в другом приносит весьма великий вред». Конец цитаты. «Постараемся вынести для себя максимальную пользу из услышанного. И будем помнить. За всякое праздное слово, о какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Дорогие телезрители, раз сегодня мы говорили о пользе молчания, то и в рубрике «Неформат» обойдемся без лишних слов. Послушаем музыку. В гостях у телеканала «Союз» побывали студенты Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. Уральской государственной консерватори имени Мусоргское. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА